Ребята, всем привет! Для начала хочу похвастаться тем, что мне недавно прошел просто феерический мастер-класс. Совсем скоро мы его повторим, так что ждите анонс. Сегодня хочу рассказать об одной из наших съемок. Конечно же, все случилось спонтанно и суббурно. Началось все с творческой идеи. Мы хотели поснимать модель в машине с цветным светом. Мы взяли потрясную модель Осель, взяли визажиста Алина, взяли лук, взяли свет, взяли машину-пульверизатор и поехали за город. История была такая. Героиня едет по ночной трассе в дождь, убегает от своих проблем. Вот такая типичная американская история. Чтобы получились подобные кадры, нам нужно учитывать несколько факторов. Во-первых, это свет. Также это визаж и прическа модели, образ модели и локация. Что по свету? Для цветного освещения я использовала светодиодные палки. У меня в руках светодиодная палка я гну, сзади blaze. Примерно они одинаковые, поэтому буду показывать на своей. Что она из себя представляет? Какой свет дает? Для начала разберемся, мягкое освещение она дает или все-таки жесткое. Если мы посмотрим на тени падающие, то увидим, что свет и не жесткий, и не мягкий. Назовем это средней жесткости. Что мы можем о ней еще сказать? Свет от такой панели просеянный. Он не направленный и не особо контрастный, если он далеко от модели. Стоит нам всего лишь на метр отнести его от модели, отодвинуть, сразу становится менее контрастная картинка и менее освещенная. Также этот цвет, он RGB, у него есть разные цвета, разные оттенки этих цветов. Мы можем менять как на самой панели, на самом приборе, так же и через телефон, через приложение и через специальный пультик. Все очень просто и интуитивно. Мы можем такое освещение использовать как фоновое, направляя на фон сзади модели. Также мы можем использовать его как контровое, направляя на модель. Но здесь есть одна ошибка, которую многие допускают. Выводя контровой свет из-за модели так, что свет попадает на нос и щеку модели. Это очень важно. На некоторых кадрах видно, что модель немного поменяла угол наклона головы, и на нос у нее попадает красный свет. Когда мы допускаем такую ошибку при работе с обычным светом, то это может прокатить еще. Но если свет попадает, например, красный на нос модели, то тут как ни крути, придется поработать в фотошопе. Лучше все такие ошибки исправлять во время съемки. Также этот свет мы можем направлять именно на лицо модели. Очень круто, когда у нас два источника света. Один мы ставим с одной стороны, другой с другой, и делаем такой смешанный свет разных цветов. Это смотрится очень стильно. Как использовали эти лампы мы? Я поставила контровым освещением две лампы, периодически меняя их цвет. И фронтально я поставила одну янгну на белый свет, и потом в процессе съемки тоже игралась, меняя на красный, зеленый, синий, смотря как ложатся разные цвета на модели, и как они с друг другом взаимодействуют. Мне очень понравился оттенок такой бирюзово-зеленый, когда ложится на кожу, а сзади светит красный. Вообще очень хорошо сочетаются либо полярные цвета, например, красный, синий, либо цвета, которые рядом прям. Например, оранжевый на лице модели, и красный сзади. Total свет тоже всегда актуален и хорошо смотрится в кадре. Но сильно заморачиваться на съемке с выбором цвета я бы не стала. Тем более вы можете пользоваться не RGB-источниками, а просто навешивать разноцветные фильтры, а какого-то фильтра у вас будет не хватать. И расстраиваться по этому поводу не стоит, потому что в Lightroom любой цвет мы можем за минуту поменять, всего лишь покрутив ползунок этого цвета. Дальше перейдем к визажу и одежде. Из-за того, что мы снимаем в кромешной темноте, считай, в поле, где любой источник света ниоткуда не может переотразиться, например, как в студии, то любая темная вещь, она просто сливается с фоном, и ее не видно. И тут важно выбирать одежду с отражающей поверхностью. Я выбрала лаковый тренч, который очень хорошо отражает любой цвет. И также Алина сделала глянцевый макияж, глянцевые смоки, и сделала влажный эффект на лице, чтобы как можно лучше вся поверхность тела и одежда отражала свет. Если мы возьмем нашу модель в этом образе, с этой прической, макияжем, и поместим в полдень в цветочки в поле, то это будет совсем несуразно. Да, конечно, есть арт-хаус, есть фэшн. Опять же, если вы что-то нарушаете и хотите удивить, вы должны это так продумать, чтобы это все равно смотрелось вкусно. Где может быть хорошо смотреться наш цветной свет и модель в образе? Это может быть мотоцикл, ночной город, это может быть неоновые вывески, это могут быть лазеры, это может быть обычная студия с цветным светом. По факту, ту историю, которую мы сняли, можно снять везде, вам даже студия не нужна. Если у вас есть хотя бы 3, даже 2 источника, вы можете пойти на любой заброшенный завод, можете в офисе, главное, чтобы света не было, и сделать примерно такую же историю. Что можно было улучшить? К сожалению, мы не успели заехать за дым-машиной, она дает очень крутой эффект при работе с цветным светом. И, кстати, в Москве дается в аренду аккумуляторная дым-машина, где-то в тысячу-полторы это вам обойдется, не так уж дорого для такой съемки. Ну и на Алиэкспрессе также можно найти аналоги, и у вас будет постоянно под руками такой прибор. Какие ошибки мы можем допустить с подобным светом? Но, конечно же, это контровое освещение, когда мы ставим свет так, что он попадает на нос модели. Также это когда мы снимаем так, что контровой свет, лампы сзади попадают в кадр. Если наш зритель не видит источника, то он может сам додумывать, откуда этот свет. Это может быть какой-то мотель, может быть какая-то вывеска. Создается эффект такой кинопотографичности. Но если зритель видит вот перед собой этот источник света, все волшебство теряется, он сразу попадает в реальность, он видит, что тупо взяли модель, тупо взяли машину, тупо ее сфоткали, и вся сказка пропадает. Поэтому все источники света мы стараемся прятать. И еще историю на мойке я бы пересняла немножко по-другому. Как я это видела в процессе съемки? Я беру фотофонарь, который светит таким жестким, ярким светом, ставлю его контровым, и он подсвечивает все брызги. Но из-за того, что у нас было очень много освещения вокруг, были яркие фары от машины, фотофонарь затерялся. А из-за того, что фотофонарь у меня использовался как контровой свет, фронтальным я поставила обычную янгну белым с освещением. Но дело в том, что она не дожала. Свет сзади модели был настолько мощный, настолько яркий, что лицо модели было довольно-таки плохо освещено. А из-за того, что времени у нас на съемку было, ну вот буквально по секунд 20 каждый раз, когда мойка работает, в общем сложности несколько минут, мы это все снимали, то сообразить и переставить свет я просто не успела. В следующий раз я бы использовала немножко по-другому. Я бы поставила бы фронтальный свет, фотофонарь, и сзади подсвечивала бы фарами. Но, несмотря на то, что использовала свет не так, как хотелось бы мне, картинки все равно получились интересными. Сколько стоила эта съемка, как ее удешевить и как ее сделать более профессиональной? Комплект цвета, который мы использовали, выйдет вам примерно до 50 тысяч. В рамках фотоиндустрии это не так уж и дорого. И полностью он развязывает руки. Вы везде, в любой точке мира, без питания, без электричества сможете создать такие картинки. Но что делать, если вы хотите просто попробовать? Вам не нужно покупать это все, вы не хотите тратить много денег, вы хотите поэкспериментировать. Конечно же, есть такой вариант. Мы идем в Lura Merlin, покупаем такие панели на батарейках. Они продаются там, где все источники света, лампы. Можно заказать лучше через интернет, потому что они у них заканчиваются. И отдельно покупаем фотофильтры. Навешиваем любой на них цвет и получаем картинку. Тут я могу сказать, что они будут намного тусклее. Вам надо будет задирать ISO, и вам нужно будет, конечно же, экспериментировать в процессе съемки. Также вы можете взять обычный уличный свет, а вместо фотофонаря использовать фонарь для машин. Купить в отделе все для машин. Фонарь, который довольно-таки ярко освещает. Также взять с собой фильтры, которые мы вырезаем и крепим на фотофонарь. Да, история муторная, более сложная, но если вы хотите всего лишь один раз попробовать и понять, нужно вам снимать в таком стиле или нет, более чем достаточно. Но если к вам обращается клиент с более масштабной идеей, где вы понимаете, вам нужен очень мощный свет, у вас есть бюджет, то мы идем в Rental и берем видеосвет. Что лучше взять? Сейчас большим спросом пользуется ApuTor Nova. Это такие панели, квадратные, которые также через телефон, через приложение вы можете менять цвет. Они достаточно мощные, достаточно рассеянные, они большую площадь освещают за моделью. И парочки таких приборов вам хватит, чтобы создать именно масштабную съемку. Но надо учитывать, что вам нужно будет взять генератор и откуда-то питаться, если вы, например, находитесь где-то за городом и рядом нет никаких розеток. Ребята, оставляйте комментарии, пишите, пробовали снимать с цветным светом. Подписывайтесь на нас, подписывайтесь на меня, пробуйте, дерзайте. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok